Здравствуйте, любители шахматов! С вами Иван Бабиков и Никита Петров. И мы продолжаем решать задачи в режиме Бритс на чест-темпах. В прошлый раз мы потеряли, ну не потеряли рейд, но немножко, несколько задач решили в минус, решили правильно, долго тратили время. Сегодня мы постараемся сделать это быстрее, насколько получится, но в то же время тоже. Да, Никит? Ну, по крайней мере, да, попытаться можно. Ну, пора начинать. Позиция, у черных слаб король, ждем их хода. Повисла напряженная тишина. Я вот думаю, я на самом деле пока ничего не думаю. Ферзь е6, шах, ладья б4, я думаю, шахидеть. Ферзь за 6 там не очевидно на самом деле. Может быть, идея в том, что конь на g6, да, h5, а черных плохой. То есть ферзь е6, ферзь е6, да, и коня тяжело защищает. Там, правда, ладья h8. У нас все равно две лишние пешки, перевес большой. Да, ладья h4. Ладья h4, и конь теряется все-таки. Да, тем более. Ну, проверяем? Срок секунд уже. Согласен. Надо ходить. Начали нам. Минус. А ну вот нам отдают коня. Возвращение. Да. Ну, это, можно сказать, не стандартная идея. Вроде кажется, что королян надо атаковать. Да, да. И ферзь там как-то неудачно ставит. На самом деле конь сидяется. Да. Следующая позиция. Мне кажется, тут ферзя нужно ловить как-то. Нет, у нас уже много лишних альтеров. Мне кажется, задача в том, что мы должны отбиться от атаки. Грамотность есть или отойти? Да. Так, а у нас лишнее качество, да? Да, мы можем либо отойти королем, либо взять на d4. Ладья е6 идея? Правда, на ладья е6 слон b3 есть. В чем идея-то? Если ладья бьет d4 пойти, например. Еще раз? Ладья d4, ладья е6? Слон b3. А, ну, может быть, это просто решение? Возможно. Ну, мне кажется, надо проверить. Ну, в смысле сделать ход. Да. А, понятно. Кстати, для меня большие сомнения, не выигрывает ли кто-то еще ход? Терзь d4? Ну, там ладья е6 скрытые нападения. А катера вот эти? Конь c2 какой-то? Да, конь c2 согласен. Тут, наверное, у белых... Хотя это не факт даже, что у белых остается пресс. Лишнее качество, пешки слабые, их довольно мало. Ну, король очень открыт еще. Согласен. Согласен. Хочется мат поставить в такую позицию, мне, по крайней мере, сразу же с 3-й какой-нибудь. Ой, или по 1-й горизонтально, по 8-й. Так, ладья d8, ладья f8, взяли, ферс d6, ферс d8. Отлично. Опять же, тут нет полной уверенности, что ничего другого в этой позиции не выигрывает, если честно. Но тут лишний материал черных, лишняя фигура. Поэтому... И ладья на 6-й как-то забиты. Да, то есть... Просто что дело в том, что когда мы убираем ладью, нам сдадим, видимо надо все делать форсированно, потому что у нас тоже перворяд не совсем уверенный. В крайней мере. Ну да, видимо это единственное. Так, король, король на жизнь плохой, но в то же время наш король f7 тоже не идеален. Ладья d3 какое-то отвлечение есть, я не знаю, к чему оно приводит. Шахи там всякие, не берут, да? Конь d8, король g8. Что он дает нахуй? Диа и 3, ферзер 2, ладья g3. Других ходов не видно. g взяли, ферзер 4, да, тоже не работает. Ферзер 6 тоже нет. Ну, забираем ферзера. Да. Ну, две 100 взяты. А, на самом деле, видимо в прошлой задаче еще взяты. Пропустили этот момент. Ну, следующее. Самое главное, да, а желтый пока нет. Что радует. Видимо, новый формат. У красных пока тоже нет. Новый формат работает. Так. А где b2? Хочется вообще дать шах и ферзер провести. Видимо, у черных пойдет какая-то... Не знаю. Какой формат, чтобы королевым пытаются поставить. Ну, я не знаю. Ну, а где g8 хочется? А там начнутся какие-то вечные шаховые идеи. А если на слона сидим? Да, на ладья g8. Если король f5, то нет вечного шаха. Если король f4, то сначала слона вырубаем. Согласен. Правда, там... Ну, там надо еще кашпирайзе. Кашпирайзе должна быть выиграна. Да, если тут d8, то в шахе по первой, второй кажется. Правильно? Понимаешь? Да, то есть... И когда король пришел на d2, ладья d1. Вот этот вот ударчик. Вот она, идея черная. Соскочить. Видимо, надо вырубать слона. Согласен. d8. Вот первая желтая. Опять же... Хотя нет... Я вообще долго рассуждал. Опять же... 42 секунды. Вот не так долго. Странно. Надо было его вырубить с этого слона и... Ну, это значит, что люди увидели вот эту идею с ладья d1 довольно быстро. В среднем. Надо ее показать, кстати. Да, может они просто не считали. Просто ходили, били слона и пофигу. Может они эту идею не смотрели. Даже не знаю. Как бы не считая, не провести ферзя довольно обидно. Ну, да. И вот тут, если король d2, то вечный шаг. А если так, то... Ну, наверное, этот тендшпель не выигран у белых. Хотя... Ну, да. Скорее всего, не выигран. Не выигран. Все-таки пешкаш какая-то очень подозрительная. Да и другие пешки тоже. Ну, да. Согласен. Нет. Ну, вообще есть, конечно, шанс на победу у белых. Но... Неоднозначно я же тебе прямо сказал. c5, h4, c6, h3, h8. Ну, в общем, да. Скорее всего, белые не выигрывают тут. Потому что... Если бы не была еще одна пешка b, то другое дело. Ну, что ж. Последняя, наверное, или еще две? Ну, давай еще парочку. Надеюсь, два. Так, тут вообще какая-то очень странная позиция, если честно. Все фигуры у всех висят. Ну, напоследок у нас решили напряжку чуть-чуть. Да. Так, а лишнее у нас... У нас две фигуры за ладью. Да. И пешек кучу белых еще при этом. Видимо, должен быть какой-то лобовый поигрыш. Ну, шахов у них тоже нет. Про ладья будет и 7 после отхода ферзя. Да, и ферзю 6, конев 7 мат. То есть, если... Поэтому надо ферзь c1. Ну, ладья е1 тогда. Ладья е1. И вот тут надо искать, наверное. У меня нет уверенности в этом. Может быть, ферзь d3? Может быть, ферзь d3? И заодно на коня напали. Вот, мне кажется, скорее так. Потому что ферзь c1 мне не нравится. А ферзь d3, f3 у нас, да, еще угроза? Да, и ферзь d6 угроза. Мне кажется, ферзь d3... Подожди, подожди, подожди. А, ну ладно, тоже пошел. Просто мне интересно больше, что на конь е8. Мне вот интересно стало, что на ферзь f4, действительно. Так, давай найдем. Ферзь d1 вижу идею. Ладья е1 нельзя закрываться. И за ферзь d3... Да, и на королевых 2 тоже конь d3. Да, все, вот она идея. Ну, мне кажется, ты потрапился все-таки, когда пошел на ферзь d3. Сейчас проверим. Ну, может быть. Я просто представил себя играющим в блиц в этой позиции. Что я ферзь c1 надей 1, мне мат, я их... А, секунд остается, да? Да, но это действительно единственный ход, чтобы не проиграть, наверное, даже. Ферзь c1 проигрываю, думаешь? А как защищать? А, ну да. После ладья е1 ничего нет. Я искал там какие-то шахи и билки, но ничего не получается. Ферз c2 какой-то... Ну, там, да, там уже начинает биваться черный, но не более того. Шанс в них немного. Ну, может быть, действительно еще не поражение, но... Да, даже ладья е7 конь f5 неприятно достаточно. Я еще считал ход конь е8 на ферзь d3. То есть, мне стало интересно, вот... Конь отходит, на слава нападает, типа... Чего тут? Я на это остановился. А, тут... Слушай, прощения. Да, и вот я... Я как раз вот этот вариант смотрел. И тут мне ферзь... Ну и... Последнюю героическую позицию, наверное, на сегодня. А иначе, видимо... Да, у белых тут нет шагов. Доминация коня е7 над ферзем. Интересно. Они даже ладью на е8 очистить не могут ничего. Ну да. Конь все поля даже. Да, интересно, правда. Наверное, его надо было делать главным все-таки. Ферзь d1... Там главные оценки. Но ферзь d1 тоже неплохо. Ну да. Последняя позиция. Интересно, напрягут нас или нет? Не хотелось бы сейчас говорить. Пока непонятно. Вроде как, конечно, белый король слаб, но... Не исключено, что к шагу. Очень хочется дать шаг все-таки ладьей на f2. Но не будем спешить. Просто если слон е5, то король g2. Я не вижу продолжения нормального. Ладьей f2. Ладьей f2. Король... Если взять, то ферзь f1, слон е5 мат, да. Поэтому король... Либо g3, либо h1. Если король g3, то взяли и ферзь e3. То взяли и ферзь e3. А если король h1, то ладьей f1, ферзь g1. Да, отлично. Все. Да, и тут берем и ферзь e3 просто. Моя идея такая была. Да. Мат не зеваем. Съедаем коня и фиксируем наш новый рейтинг. Новый рейтинг 2.134. Да. Учемительно найдешь верх. Пока без неправильно решенных задач. Но уже с некоторыми трудностями. С трудностями, да. Да, одного из нас. Чаще всего меня заклинивало и приходилось уже коллективно работать. Ну вот пускай зрители предположат все-таки до какого рейтинга мы дойдем без ошибок. Интересно. Насколько они будут правы, неправы. Да, у меня тоже есть. Хотя сейчас уже сложно. Нам, да. Тоже есть свои идеи на этот счет. Я лично сомневаюсь, что еще одна сотня пунктов будет наблена без ошибок. Ну, в общем, да. Сделаем, может быть, даже голосование на этот счет. А пока всем спасибо за внимание. С вами были Иван Бабиков, Никита Петров. Возможно, в будущем мы продолжим. Даже наверняка, я думаю. Конечно, продолжим. Всем до новых встреч.